Впервые за последние 13 лет жителям Ненецкого округа в следующем году предстоит выбрать депутата, который будет представлять интересы нашего региона в Госдуме страны. Выборы пройдут по смешанной системе, существовавшей еще до 2003 года. Я напомню, на протяжении двух последних сроков Ненецкий округ в Госдуме представлял Артур Челенгаров. Подробности предстоящих выборов мы сейчас узнаем у Людмилы Тоскаева. Это заместитель председателя избиркома. Людмила, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, предстоящие выборы, насколько они важны в целом для населения и субъекта? Добрый вечер, Олег. Да, действительно, 3 июля депутаты Государственной Думы приняли новый закон о переносе депутатских выборов в 2016 году с декабря на сентябрь, тем самым сократив три месяца своих полномочий. Но аргумент был железный, его поддержало большинство депутатов. Это работа над главным финансовым документом страны, над бюджетом, как работают сейчас новые составы у нас и окружного собрания, и городского совета. Документ, который приняли парламентарии, вносит изменения в 20-й федеральный закон. Это закон о выборах депутатов Государственной Думы, где говорится, что выборы депутатов Госдумы 7-го созыва проводятся в 3-е воскресенье сентября 2016 года. Думские выборы 2016 года пройдут по смешанной системе, которая действовала более 10 лет назад. В соответствии с законом, который принимали в Госдуме весной 2014 года, выборы пройдут по смешанной системе. И половина из 450 депутатов, это 225, будут избираться по одномандатным округам. И 225 будут избираться по партийным спискам. Для избирателя Ненецкого автономного округа этот год, 2016-й, станет знаковым, потому что мы впервые за последние 10 с лишним лет будем вновь избирать своего депутата Государственной Думы. Последний раз в таких выборах мы участвовали в 2003 году. Тогда из 8 кандидатов убедительную победу одержал Артур Николаевич Челингаров, набрав почти 44%. Ну и стоит отметить, что в 2016 году у нас еще будут плановые выборы. Это главы муниципального образования Малоземельский сельсовет и депутатов того же муниципального образования. Скажите, пожалуйста, пока еще насчет кандидатур ничего не понятно? Пока еще нет. Сами выборы в Госдуму будут назначены в следующем году, естественно. Не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Ну, самая плотная, скажем так, работа, она начнется уже весной, хотя мы, избирательная комиссия, начнем работать. И сейчас уже работаем, да, и плотно начнем работать с Нового года. Ну, по кандидатурам, я думаю, будет известно в следующем году впереди. Спасибо, Людмила. Будем ждать выборов. Ну, я напомню, помимо выборов в Госдуму, жители региона ждут еще одни уже в этом году. 13 сентября, в единый день голосования, горожане выберут сразу двух депутатов Совет Наринмара, а жители двух муниципалитетов определяют глав своих сельсоветов. Путем прямого голосования население округа также предстоит избрать и губернатора Архангельской области. Продолжение следует...